всем привет друзья сегодня в нашем выпуске мул игрок который занимает сейчас топ-1 ранг на момент записи играет он на манке кинге и герой тоже был переработан в глобальном патче и стал чуточку посильнее сейчас мы это будем обозревать сразу же после короткой паузы видео создано при поддержке 1xbet хочешь себе такой же шмот получай на него бонус в комментариях сразу борьба за руны начинается в игре это у тебя кстати отображается иконка манки кинга у меня нет меня тоже он же в коицу превратился как бы нет иконки отказано не запрограммировали не запрограммировали аватарку курьеру дота бета его просто не видно корота низкая невысокая по своему росту но и марки кинг очевидно почему он был пикнут потому что герой не самый плохой против фантомки отлично стоит линия против факса также милишный шейкер непонятно на какую позицию скорее всего на четверку то есть тройка четверка и долго милишника и манки кинг как всем известным против миликов стоит очень даже хорошо вот это медовый рубик получается получается что тогда медовый рубик сейчас уже знаешь стандарт не портит просто в последнее время надо конечно за снятием рубика он же все таки тоже был неплохо переработан и стал посильнее вот так был усилен видя сейчас вообще герой сильный согласен от заблочил крипов от опорика у него нет и сейчас на кире через смысл особого нет в этом самом блоке разве что вот могут конечно враги и физуры перекрывать в конце хорошо что сделано стал бить третью тычку чтобы не за дисплеер ведь самый статистил должен был забирать нажали его вот неожиданно три героя плюс сюда вышли фантом . пока что в соло в топе стоит и очень крутое решение будет если они шекера сейчас вправе в топ ауракл останется на этой линии стоять потому что он может диспелить стаки манки кинга то есть как только манки кинг настакает себе четыре удара на ком-то тут же урока выпускает него свой первый заряд и эти стаки диспелятся берите себе намотайте себя на узко говорится и обусти даже вот заметно пометно лишь у него же 2 спал который сейчас считается сильным который всем максит аналогично оракл дисплеер спал поэтому грамотно не все сделали поставить линии но вот таким вот образом тела секс не принес он немного надо притащить будет скорее всего ура вроде как на мит отправляется да не к нему я думаю что ему курочка сейчас прилетит ну можно тут взять хотя бы стикси какой-то чтобы хитпоинты хоть как-то пополнять но и в дальнейшем будет фласка отлича если манки не просили как-то по хп можно будет фласка его наградить нас на парень конечно гораздо приятнее фармить пока что ступоинт оставляет непонятно для чего любом случае не придется брать бандла страйк подрезали оракла подставился подставился чем очень грубо ну и вот можно тащить себе куру в принципе если мидер твой не обузит каждый там полный нода курицу себе в мид таская по цирк клетки потом гусу тыл и потрачен сейчас эти говоря нужно 3 лав лапнуть и уже начинать настакивать на ком-то тем секунд у него еще есть чтобы настакать и просто до спалку сейчас крипу вместе с акса мы выйдем вот именно сармор тут был задиспейлен стаки тоже и если бы сейчас не задиспейл в оракл то он снова отправился бы в таверну что было бы еще две тычки от бинга он все равно отправился в таверну замедление отлича помогло сделать люблю играть на monkey king и вот по личному опыту знаю что если ты покупаешь орбофеном и его не реализуешь то есть не убиваешь никого ты можешь линию просто в салатище проиграть даже казалось бы на выигранном лайне вот у него получилось и поэтому у него щас придется как по накатанный орбофеном обычно ты можешь себе принести вот с улицами на 2 на 3 когда саппорт будет тащить куру чтобы с антриком раздевардить что-то ты бы саппорту также нужен будет смог там его какой-то тогда да вот как ставить такие линии такую если против тебя оркал вот один раз мы увидели что манкикин сделал фейковую тычку как бы на третьем стаке уже хотел 4 настакать но отменил тычку и рука выпустил свой первый стал чтобы моментально здесь парить тут также ты можешь сделать фейковую тычку как бы не настакать вот урокал кинет тебя твой первый спал заряд ты потом уже как раз таки а добьешь свои стаки но все равно тут будет очень тонкая грань между тем когда у тебя будет лоха пей между тем где могут забрать нужно успеть да можно просто не успеть с нами не прогадать прощаем к очень хороший кейдж всегда сможет нанести свои как всегда а почти почти всегда можно стоять хорошо линию единственное что вот есть или не где против тебя два рейнджа причем очень сильно но как бы никто не отменял своп линиями всегда можно поставить манкикинга на мид всегда можно поставить его в сложную линию вот допустим против фантомки очень круто мк алла не против фантомки милишный герой который единственно что сможет настакивать как-то свой клип ставки кинжалами что фармить благодаря кинжалам и загибал заряжает тебя да и вот как раз таки ты пока настакаешь 3-4 удара у тебя есть возможность пополнить себе хп до того как зарядилась рука чтобы не умереть потом дать палку и кинется хороший героинка чтобы что не говорил он наверно один из самых металов цвете я заметил что последнее время все чаще и чаще не берут стыке себе на линиях покорной и и и и и он должен лучше экнически но не получил это было бы прям очень круто я вот смотри сейчас и дождь мне в глаза вспыхнули думаю неужели по ходу ну по логике вещей 1 по лоракла фортуна она должна доджится но он полного рановато либо наоборот поздновато нанесут не смог задоджить как бы со всеми таймингами не прогадаешь разность полу контактирует нелогично по-разному ну ничего бывает тесты и врис бенда убить его будет на порядок сложнее возможно сейчас стоит будет стоит прокачать 3 dance чтобы добираться именно до уроку а потому что акс как правило не качает агр левла до седьмого но особенно нынешний мете вот опять он не дал последнюю точку ты увидел агумент он отменил получиться все что за дисплее лосит армор лича это кто-то надо делать акси что делаешь на аксе что он видимо решил умереть но там морокол и осадится он должен забирать час еще бан выстрагивает хотя уроков подхиливает палку-палку выкинуть это поздно я сделал нет может мне показалось ну да вроде бы он мог там просто граница такая была вот не паригене на акс которого можно было кинуть палку и паригене пока на 50 по ощущениям мог тут хотя бы попробовать пораньше но и файзы очевидный выбор на манке и сейчас файзы кстати на мк это вообще лучший артефакт который только может быть почему палку снова не дал два оракла просто балка не заряжена он мог дать палку прошел бы стан он подошел бы плюс от палки естественно тоже эффекты накладывается в виде арбофенома то есть там было бы замедление еще на 12 процентов по ощущениям он забрал бара класс палкой и тычкой может придираюсь теоракал тут очень спелит виндран в эрке m power забавный герой в этой катке че-то он прям хорошо заходит вот только сам герой плохой проблема не пособность хорошая герой очень слабый если умеет ним играть как мне кажется и вот команда тоже умеет подарок по подстраиваться то он очень группой недавно играл на фантомки про против трех хоров и я был забав им power магнуса и оракова и фантом как мы знаем сейчас один из наверно сильнейший керри в принципе его можно брать хоть на фп и вот забавный ораклом и магнусом ты просто вообще ничего не чувствуешь сколько бы на творца не было тебе невозможно убить и у тебя колоссальное количество урона возможно правильная реализация оракла даст свои плоды выгулял акции можно кстати акс часа гормошал мы немножко поздновато должны в этот забирать аксом очень круто можно немножко вот скажем так своим языком нивелировать таки манки кинга таким образом что вот когда у нас такого третий удар и на стакал четвертый нужно тут же загорить его как только у нас таял четверкой и вот эти вот заряды с джинги мастере они будут биться получается в армор акса армора 30 и получается весь этот урон будет минимальным ну и плюс палку не сможет дать на плюсом палку под этим стаком я пошел не просто кончится ну или могут кончиться там короче посчитать как-то можно или на акси так могут делать тут честно дернулся в принципе под бонтос и можно выйти хорошо конечно вот у садив он тонко может поставиться замедление к сожалению палки на нет канулась а значит они не идут фарт стоит наш слоу граунда не могла есть крипов на самом фиграунде по идее не могла да тут об сервер стоит прям на друной на просто этих крипов видела blue blink с этим антикинг плюс магнезд это же не чаще а там ба уже мы как-то давно с тобой обсуждали что бф на антикинга это очень хорошая с которым ты ее супер быстро фармишь 20 равно ты можешь от укол тебя просто встраивают это возможность когда тебе его не нужно покупать еще круче до вася часом power дает не прям чтоб много в дальнейшем будет да и до на самом деле уже хватает как он быстро пачку чистит в единичку вроде да он всего лишь монет строить по тройку тройку это уже сильно нас упак дэмэджи фактически дает 40 процентов что-то странно сейчас сотка белого дэмэджа 40 процентов от сотки очевидно это 40 но него почему-то плюс 39 было сейчас плюс 41 а видимо из-за того что урон он не статичный то есть допустим 95 тире стоит 100 103 вот просто пишет там грубо говоря средняя либо либо подсчеты какие-то неправильные может ображается может быть такое тоже бывает вспомни только русский перевод надо после пачки по чужому лучшего переводы старые пять дней старые обилки весели играешь и не понимаешь вообще поменяли если не читаешь починал что сайт что что это было и ставит паров лена возможно бывает такое что ты в мини-карту нажимаешь палку думаешь так было произошло может быть на копе допустим я блинковал супер раз по мини-карте в сторону вражеской вышки под вражеского героя умирал может быть на макине такое тоже бывает пропалилась есть блинка магнус окси го очень ранний таймин прям крови не ранний тайм магнус то нормально оформил проделать хорошо было хоть и умер два раза но он творит четыре с половиной тысячи прям вкусно вкусно у магнуса тем временем форса и под 20 неплохой тихо иран вообще не стоит покупать супер а не блин конечно можешь дать рп в двух героев но это не столь принципиально вначале потому что все не собираются до пятнадцатой минуты по крайней мере сейчас очень часто рашит мне по первым атефактам это я еще увидел у паши из виктус про когда он играл на магнусе когда играл на оффлейн магнусе часто рашил мекку но и тут опять же такая же ситуация магнус этот мог купить себе хотя бы в баклер на армор грубо говоря против фантомки поэтому не прям что дорого но дает неплохие статы по броне а потом баклер либо в в зависимости от того что вам нужно по игре в этой против акса лучная на мега подкидал он к он на 100 к вам не зарубили его целом можно было бы грифсы вообще собрать да 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 вот метка потом грейс и поэтому же берут органцы это типа да это так работает полюб на верно последний момент подкидал кого-нибудь что бакс не зарубил на того же манки кинга того же манки кинга который сможет настакать карелку сбросить на крыльях что мать я блин не сбивала тоже круто да крутые оракла минус армор от фантомки все всяких всяких куча различных добавок есть ты можешь исправить поэтому не знаю что лучше но возможно в этой игре он решил себе купить блинга просто пока бегать за манки кингом ты знаешь не было упора в какой-то фарм дом магнус конкретно прошло сейчас смайлус пробежался двух героев сразу попалил он хотел манки кинга с дерева срубить понимаем он магненько рубика который сваровал спал манки кинга вот так к 3 dance он то увидел главное чтобы он своего не срубил как нибудь драки побывает реально моментом совершенно случайно или быть поваршота залетают это же еще и варка в команде еще поваров шот может залететь ну да еще форста все какой отлич купить и там на грани будет остромом стоп не играть может прыгнуть он тебя может срубить ну и фарм продолжается пока что мы видим что доминации никакой нет фантомка фарме достаточно быстро battle fury хочет купить себе фантомка чтобы держаться на уровне по фарму с сфом и с вражеской команды и в принципе решением правильно ну с сфом тыщила на полбит и здесь мне кажется можно было бы вообще покупать в игре мк медленно фарме а у него у него же по-то у него магнус я же вы страны как конкретно в этой мне кажется прям бф маст хэв нам не забыл прям power действительно так конечно противника можно и не покупать согласен а тем более таких магния они наоборот делают упор на драки ты можешь даже сабелькой быстро фармить но тебе это не нужно ты очень сильно со старта как бы тебе это преимущество нарастить полетел вниз макинг очень много клипов здесь подошло плюс power действует забыл дэмэджем можно с неплохо себя фармить буквально за пару секунд две пачки хребов забрал вот этом power пустим жестко вот смотрю на этот билд и от меня всегда смущало то что покупает себе два однотипных артефакта вот как по мне и если ты берешь себе саблю то ты не покупаешь уже себе сашу яшу либо манту в редких случаях можно себе купить и то и то мне кажется в очень редких для чего если ты сейчас можешь себе купить допустим артефакт на полноценный дэмэдж по типу молния потом уже купить себе там плотность по типу бкб шки в этой игре конкретно можно было взять себе допустим маску morbid mask чтобы опять же а гаракса не так больно по тебе давал потом себе купить просто скади скади или бкб на бкб наверно получше а потом уже купить себе там сатанин дальнейшем и любой другой жир кажется вот немножко по билду странновато же мы уже видели похоже похожий закуп именно в статы не в уронов статы когда играли против акса и это неплохо зашло не удавалось заберешь есть быстро героя и зарубить его из-за этого антимагу блинкового саманхинг на стакива удлигенился даст а ты это очень хорошо но если он следующим артефакт он возьмет себе скади к примеру типа у тебя урона с руки не так много но ты очень плотный у подмел ты не будешь разбиваться из тяга загорит а вот дело в том что если он действительно собирается статы и урона у него даже будет много из-за имбабра то есть компенсация идет еще и вот хорошая что ты можешь собраться и в плотность и по диму же у тебя все хорошо за счет магнотавра в твоей команде возможно это правильно но опять же очень часто покупают маску мы видим что почти на любом героя и на кире героя которые не самые плотные берут маску чтобы хоть какой-то лайфстил иметь а потом сатаник плюс тут на обязательно ему нужно будет купить мк башку потому что фантом как-то все-таки нужно убивать разу 2 т.п. делают ай как вовремя акса загрел чуя дичь плеча вару арену братья приятная уже не наверное мы не твою еду жила грамм агры задолжен красиво жалко что не выжил это было бы красиво ну попытка конечно арену скастовать могла бы обвенчаться успехом но рубика был делал все это время на готове то есть как только стало бы понятно что нечем сбить любит вопрос так остановил он должен был умирать из любом получить не знаю что даже помогло я вам не вор расписывается и получает ворованную палку рубик как же рубик тут отыгрывает прилетел стену ворованным с пилом monkey кинга что отправила его прямо в могилу эти секунды пока он его одержал на месте а тут еще и палкой ну что они прям посыпались да я мочу сильно посыпались надо немножко пофармить хватит принимать вот такие вот ненужные файты вообще сф терпеть не могу этого героя особенно в твоей команде очень много фарминг нет четкой реализации вот этого самого фарма поэтому хз не знаю ну раскастовался круто конечно верну герой ватный убирает за агракса вообще не люблю сфм если его убили два ну да да он не всегда может факте сделать что-то суперполезные кстати говоря и 7 году за счет ой и отлично поэтому я там должен был кастовать уже рубик ультимейт сф вот это ответочка браво магназ браво вот он оказался в нужном месте в нужное время и просто забрал акции забрал рубика ваташечку красавчик так бумаги тут от ультимейта должен был умирать пил там идеальный тайминг и сет еще вот кп до 100 ты есть да теперь есть немножко сопротивление эффектом против шейкера против акции вот рубика то есть я стану совокупности будет лица чуть поменьше других героев так что следующим артефактами очень интересно я что ставишь на самом деле я думаю что тут просто он пошел все-таки через сию то маски не будет сто процентов он купит себе либо плотность какую-то часто видел тараску рашет нам кинга наверно скаде попрофитнее ну и уже как говорилось башка как играть нужно нужно сложно и бкб тоже здесь не помешало бы возможно скади не стоит брать вот я не знаю я бы собрал бы вот но должен на момент лучше бкб маска мкб вот так вот можно было собраться а потом уже заградить маску в сатане не знаю мне кажется без сатаника это игру выиграть будет очень сложно старинка старинок не успеет его сдает пустят просто получается рп куда у ница магнуса зафокусировали да и всех убили в итоге скорее всего не наставать я не ужасно принимая драйон креп очень далеко на вот режим повезло что ты пытались далеко это два стоит они получите на спеет это два снести дам лич рестница pdf и на действительно повезло за они они как-то очень плохо позиционируют казалось бы на очень большие ранги если посмотреть 200 по 200 вр к папа дима пикинг под 20 и 400 и топ 300 как-то вот враги принимают файл лучше не знаю хотя у них нет таких вот супер ключевых способностей кроме шейгера манусу нужно может с макка как-то бегать постоянно позади и подбайчивать макики каплинов то что там видно было играть на манке гене ты должен понимать когда тебе видно когда спинен ну все логично прыгаешь отступать а им нужно драку навязывать лома нет разбежались что это за талант он взял может он не знает вот хорошая арена касты оставать но хватило мискликнул машин блин правый талант на 600 дальности применения дает тебе всегда возможность летить выбирать позиционку для хорошей арены конце концов вот они не давали вот так в прошлый раз да и банальность фармку это уже очень сильно ускоряет перемещаешься со скоростью света по карте пышешь line и тощишься на смог лишние секунды экономишь мне даже по правый талант на десятом левеле нравится я тестил этот талант его topson часто берет не всегда но часто тоже но topson то лучше манки кинька в дате лучший игрок но не знаю мне отлично немножко не нравится 300 к обзору во время действия 30 20 скорости атаки вначале они манкингу прям нормально дают кому привычно играть с правым план там можете брать правый на 10 можете быть левый но на пятнадцатом игнорировать практически никогда нельзя и не знаю даже что должно произойти когда ты поиграешь на монтинге там игр 20 хотя бы 10 с одним талантом 10 другим ты поймешь насколько большая разница может опять же за счет того что у него есть им power и процентах там же плюс 75 крону от пассивки power накладывается очень много демиджи получается так что ему хватает уронов по аксу мкб готова у него кибая стояла скади решил все-таки мкб себя купить все у нас должно вот без бкб будет драться слишком много контроля у врагов один шейкер только чего стоит там там еще рубик имеется который еще есть полы ворует плюс помимо того что у него телеконез есть согласен есть конечно возможность против шейкера не нажать просто эту самую бкб это всегда коров немножко сбивает с толка но банально вот ты спрыгнул с дерева после арены там тебе тот же дубик сарена может хотя пока что один не было вообще нормальный один раз кастовал ее до я даже не ходила вообще кастовал я по-моему один раз до кастовал в общем это было настолько редко что даже не запомнил раз было не бросается возможно он еще арена не кастует под рп потому что не хочет тратить время за это время он даст 2 там тычки даже на 3 под сабликой и нанесет необходимое количество там же чтобы врагов убить возможно если все это делать одновременно и рп и арена там будет вообще колоссальный разрыв врагов она сейчас не подставляться на боте увидели акса выдели оракла и еще промелькнула по моему фантом к еще и шейкера видно струбиком у ее и ее тоже самоуверенно арена лично и рп дается идеально спестовано все мастит но армора много армора очень много пробивает оракл не хилил потому что была в бкбшке фантом к не накидывается 3 спал на бкб но армора суда точно никогда не уйдет рубит опять ворованная рп дает но умирает от палки кинга ультра килл для макки кинга ультра килл для макки кинга красиво красавчик красавчик два игрока на самом деле они все игры сыграли хорошо всех было заметно файте у светлых впервые очень красиво сф просто пошел утроганул лицом он понимает что в его команде комбинация магнус манки кинг поэтому он нажал бкбшку начал кастовать ультимейт акс сбил сфа почти вот убили но успел дать рп магнус по трем героям батлы страйк залетел по двум героям да все круто сделали молодцы пытаются чехов найти по ходу вот у нас умрет но сейчас палка будет палочка без заряда ракал устал дисплеер стаки это здорово умер дамы же конечно очень много это нужно рада есть не уйдет он уже не уйдет нужно драться от в очередной раз дисплеер таки возрасту ее вами она не дамажит повторит еще критую он оставил как же сильно спасает сейчас у стык 3-4 крита вы вылетела марта редкоманта стрелка еще очень опасно во первых раз фокус небольшой произошел потерялся наверно немножко так всегда бывает для этого манта и нажимается во вторых криты прокнули один раз от иллюзии по моему и два раза от фантомки хоть и висела армор лича но все-таки пол три тысячи дамаджа это вам не шутки да немножко передавили но при этом все равно забрали акса и оракла забирали до забираем там они нормально подрались преимущество пока что минимальная фантом как мы видим с бутыл фире держится на первой строчке вместе с манки ну и связи с последним файдом она очень много подняла сам как и сарик магнуса еще и в р к что в р к вообще в этой ее 07 07 12 соседствов тоже нормально очень что хорошо она и так понимаю четверка но по сути то ей не с кем играть просто у нее мидер а пока фармит у нее керри тоже фармит и дерется только с магнусом а магнуса его 4 поддерживать не может потому что он бегает динка подставился и другая еще забрали сф уничтожил рубика печалька конечно так ну и рошана очень важно будет сейчас забрать рошан чека эксперименту выбегается даже рубить под рошана сейчас будет вакса уровень маленький он так быстро и резается знаешь он вроде бы и умирает чё толку как-то боится до него он уже пицц просветили шейкера и там фантом к еще магнит прогейт что по деревьям не ждет выжитает не очень удачно нужно давать рп хорошая рп по двум героям нужно хоть что-то скастовать чтобы не отдать рубику и вроде как успевает а отличная арена от марки пинга и не слушай по цели нужно идем все еще под им пауэром находится стоит не забывать и очень много урона прошивает и надо не канулась уже скорее всего на рубика да да хорошо подрались отлично подрались потратили только от рп и арену все что нужно было потратить а хотя и сэф еще раз кастовался ну потратили все и отдали одному только магнусам там акции из байбек в вражеской команде нужно сделать фантом то чтобы это выиграть возможно фантомке нужен сатаник вот и . всем нужен сатаник в этом патте сатаник лимба ну просто варенье вот тебя начинает фокусить monkey king даже под ультом орако мы видели что она рассыпалась очень быстро потому что она не лайфтилилась никак орако тут же убивают моментально и что нужно делать если она будет под сатаником она будет драться 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 а под конец ультимейта орако потом должен заканчиваться ты просто нажимаешь станет и даешь там пару тычек кому-то ты фуловый выходишь из ультимейта орако там уже арена может закончиться не знаю сейчас сатаник я очень сильно оверрейчу мне кажется что артефакт прям супер хороший да его часто собирают очень часто нас будет ключевая драка за рошана не нравится а такие моменты уже все понимаешь не релись будет драка и просто выигрывая сейчас выигрывает игру или нужно кастовать арену под себя наверняка реже много всего кидают в мангетинга его пытается заплокусить вот что-то там по доджил даже р.п. нажал но ультимейт вора глаз за диспейлил стан печально конечно он бы скорее всего успел бы на 100 5 если бы фантомка была бы в р.п. но орако подсевил сбил просто эффект становится репл пилософ уже делает нам тоже дамы школа сами вообще там 460 того что все потратили в мангетинга сейчас как не странно трагера игралась можно где у поднять а его нету наконец-то магнесса и должен тоже забирать здесь сильвер хорошая связка от вверх и через иллюзию и действительно это возможно шейкера фиссуру все таки нужно было приберечь не отдавать там и незачем мангетинга и бросать иращивайся на базе от чего он перед вас у какой еще дпс есть дпс вроде больше и дорого не уверки вас а возможно еще так отображает знаешь когда вот проходит 2 секунды и 95 сотых секунды и ему . долетает и он как бы уже порталец на базу но умирает показывает что он умирает все на фонтане такое тоже пора замечал может быть так и произошло где их ислам есть шейкера ну давайте собирайтесь ну как же наш так не забрали решана или пикер не будет их не хочет на 1 рисковать хотя в его положении может быть и стоит вспомнить потому что фантомки не будет достаточно долго если бы нам дал бы какой-то хороших ослами если бы вдруг забрал бы кого-то даже вы бы кого-либо нет если был бы он благора точно пошел бы ну да можно было даже наверно их ослами тратить просто дать физуру из-под из-за из меры шпита вот прыгнуть потом просто там дать а там уже как пойдет если видишь что можно их отдать того даешь потом бэк и все их ослана fight есть у тебя надо опять же если у тебя имеется бэбэк можно так искать без бэк и действительно не стоит я сейчас бы vision его нет что управляются на свежая страна 3 6 минута у манкинга на торт 21000 по нам поваром конечно свои плоды принес фарм там хочет мастер приобрести вот не он не вижу а вот мартретки нету мтб и будет сложновато убивать только хотел сказать не вижу полноценных аграрх атаксах не получается он стал ума гореть врагов нужные цели на часа мне самому что что делаешь на шейкере но он странно очень все делает магнессон запросили скорее всего должен забирать но все потратили в магнессон который бэбэк лица теперь будет арена вместо рп ну пожалуйста я думаю что манкинг особо не против простой пара расширену если по связала вот что ждал своего звездного часа я есть в этой команде вот он я себе фантомка выжила полно 300 фп после войны вороху оракл не сливает даже никого захилить по двум причинам первое потому что очень много дэмэджа влетает тоже фантомка с мкб и второй момент то что кнопка нажимает бкб и в бкб нельзя хилить но если ты кастуешь после этого нажимается просто не проходит нельзя выкликнуть на героев покупать даже тиммейта то есть 202 рэпси заберу твои терапивай нужен экшен нужно зрелищем помекаешься нервся он все-таки бабочку спинься хотя он и не несет и вовсе потому что деталь на базе лежит она подрывается дальше не пропустам не может пройти вот дотягивается перебьет 8 more но и все джи джи неплохая попытка конечно дорогу что-то сделать на рубик объективно вышел вышел просто из игры после минуты 25 я вообще не видел то есть на экране всегда кто был был monkey king magnus а с вражеской стороны акс фантом к иногда ультура клай иногда вот связки в эрке вот эта проблема рубика вам всегда вначале очень хорошего вот после середины игры начинает много теряться в игре вроде и воровал какие-то полезные способности но давайте как особо не удавалось пишите ваши комменты спасибо всем за просмотр всем пока